Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали Да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят, назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание не здесь Процветание здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании Я ведь избрание Здравствуйте, мои дорогие друзья, дорогие курсанты, слушатели, делатели Замечательного небесного курса многогранного процветания Меч Соломона Вы миллионеры, вы владыки, вы управители Я не устану напоминать вам это И специально у нас есть эта заставка, где постоянно я говорю, что Нам не нужен миллион долларов, нам нужен миллион возможностей Что мы поставлены управлять, раздавать хлеб жизни Я верю всем сердцем, что нейродизайн вашего мозга, вашего сознания, он меняется Вы начинаете все видеть, эти возможности, источники Прежде всего в себе Видеть, что вы источник И мы продолжаем наш курс У нас блок тем сейчас идет, как вы успели заметить Уже два у нас занятия было по блок ресурсы Я вернусь к этому чуть-чуть позже Хочу сделать несколько таких вливаний Как лучше двигаться Сегодня мы будем продолжать говорить про ресурсы И в следующих уроках мы уже близимся к нашему финишу, к нашему взрыву Мы будем говорить за то, как не терять финансы Говорить будем за... У нас еще продолжение будет квестом Про преумножение И, конечно же, еще там кое-какие сюрпризы И, конечно же, долгожданное всеми масло Я буду учить за то, как иметь прибыль на помазание Звучит это для некоторых шокирующе Потому что религия, конечно, научила, что продавать масло нельзя Но когда ты знаешь, что такое продажа Что такое купи у меня И мы слышали, как Иисус в книге Откровения читали Как Он говорил, купи у меня И перечислял вот эти дары И в то же время это как будто бы как-то противоречит тому Что говорил Петр Симону Волхву Когда он говорит, ты дар Божий хочешь купить за деньги И мы все это разберем На самом деле в этом заложена большая тайна и сила Для многих из вас, кто мечтает о том, чтобы Вот как мы раньше говорили, на полном служении Вы не хотите ничем заниматься, кроме служения И честно вам скажу, это нормальная позиция Потому что я сам такая личность, которая изначально не хочет И не хотела никогда ничем заниматься, кроме служения Поэтому даже тот бизнес, который мы начинаем Это всего лишь для знамения Все равно мы собираемся двигаться исключительно в том Чтобы открывать, поднимать сынов Чтобы поднимать новые пласты новых людей Континенты, народы, города И везде, где бы мы ни появились, у нас есть мощное оружие Которое приносит и преуспевание Не говоря обо всем остальном Это помазание Я уже потихонечку возбуждаю ваш интерес Все больше и больше к этой теме Мы на ней сильно остановимся Я скажу вам еще раз и еще раз О том, что так ценно в моей жизни Это помазание И, друзья, я хочу сегодня просто вам, знаете, так По-семейному, по-дружески сказать Что, во-первых, нужно дойти до конца Вы знаете, что Писание очень много говорит О природе нашего Отца Что Он есть начало и конец А значит, и это наша природа Вот у людей обычно есть две проблемы Проблема начать и проблема закончить Кто-то не может начать Это, как правило, признак страха Кто-то не может закончить Это, как правило, признак уже не страха А чего? Безволие Отсутствие концентрации Нехватка вот этой припоясанности Через ума Поэтому помните Еще блок проблем есть у людей Это большое и маленькое Альфа и Омега Да, природа Отца, она такова, что Он Есть такое слово рачителен Ну, прилежен Что в большом велик Что в малом велик И обычно у нас наоборот Да, ну, я имею в виду У нас точно так же Но в обычной жизни В миру, как мы любим говорить Случается наоборот Кто-то может делать большие вещи Но ему плевать на малое Да, кто-то слишком мелочится Уделяет внимание мелочам И упускает огромное То есть, как Иисус об этом сказал Что вы Оцеживаете комара Съедаете верблюда То есть, ну, вот эти вот вещи Отец, Он велик во всем Поэтому о Сыне сказано Что Он наполняет собой все Нет ничего незначительного Нет ничего слишком великого для тебя И нет ничего слишком мелкого для тебя И поэтому ты можешь все Итак, важно идти до конца Важно поглощать и наполнять собою все Если вы начали этот курс, друзья мои Если вы слышали Я все время люблю такой, знаете, тест провести Если вы слышали от Отца Что вам надо здесь учиться Тогда у меня вопрос Почему вы так плохо учитесь, да? Если у вас не получается Бесконечно вы откладываете Если вас реально сюда привел Святой Дух Будьте послушны То есть, учитесь Потому что на самом деле Есть момент вдохновения Есть момент увлечения Есть момент восхищения А есть момент прилежности Вы не можете просто брать и говорить Ну, вот это слушайте и кайфовать Я люблю А вот когда надо, я говорил, что записать свои таланты Ну, и писать, у меня нет времени Сейчас еще много чатов Биржа, недвижимость там Я лучше туда И, ну, пойду И это правильно, что вы туда идете Но вы не можете брать и выколупливать изюм Нужно брать и поглощать все Почему? Потому что это То, что следует потом Этот проект Престол бизнеса На самом деле Курс Меч Соломона Он закладывает мощную базу Вам он понадобится Еще на очень многих стадиях Недавно мы разговаривали С моим другом Вот здесь у нас В Алании И мы, ну, просто на домашке собрались И приехал мой новый друг Мы здесь познакомились И вдруг отец Прям не запланированно Он из меня говорит Я слышу Это прямо течет Говорит, самое Я говорю, самое главное В этой жизни Это умение начинать с нуля Независимо На какой стадии ты находишься Слишком маленький Слишком великий Знаешь, даже на стадии величия Иногда тебе понадобится навык Начинать с нуля И о чем я сейчас говорю Что Ну, свойство Которое в тебе обнаружится На этом курсе Оно тебе надо Не только для того Чтобы стартануть Потому что пройдет Виток времени И ты снова окажешься В ситуациях В которых тебе понадобится Этот навык И умножать И жить без долгов И многое-многое другое Чему ты здесь учишь И про избрание тебе придется На разных этажах Твоей жизни вспоминать На разных кругах развития На разных кругах умножения благодати Эти навыки Они тебе понадобятся То есть это не первый класс Поверьте Это школа Друзья мои Этот курс Это не первый класс После которого Настанет второй И первый уже не нужен Понимаете Поэтому за эти навыки Эти навыки Надо просто себя Как вживить Для этого нужно Чуть-чуть проявить Прилежности Если кто-то говорит Что я хочу Чуть-чуть смотивировать Кто-то говорит У меня там времени нету Друг мой Но у тебя не было времени И ты здесь для того Чтобы процветать Значит тебя не устраивало То состояние В котором ты жил раньше И это состояние Оно у тебя То в котором ты не находил Времени на важные вещи Из-за этого Случился этот дисбаланс И поэтому придя сюда Вот точно тебе надо Найти время на это Я это говорю Не потому что Я чем-то расстроен Я просто Мотивирую Дойти до конца Потому что Начинается Все только начинается Все только начинается Самое практичное И важное Дальше Я очень Друзья мои Честно скажу вам Я очень переживаю Ну в хорошем смысле Переживаю Чтобы у вас Все получилось Я хочу увидеть Славу Отца Воплощенную В вашем процветании Преуспевании Потому что Должны быть миллионеры Должны быть очень богатые люди Сыны Божьи Которые поднимутся Прямо Из этого золотого города Который Отписывается И открывается Этим курсом Еще немножко скажу Друзья мои В этом курсе Слушайте меня Очень внимательно В этом курсе Встроена такая Практическая шкала Как база Квесты Тема про храм И Я вижу Просто Как Знаете Вот Есть младенческая Такая штука Я вам сейчас Созерцательный пример Приведу Вот допустим Вы все знаете Что такое Сесть на шпагат Сесть на шпагат Это растянуться И вот Ставят два стула Видели такое Да Ставят два стула И человек Садится на шпагат Между двумя стульями Вот допустим Представьте Что Человек У которого Есть задача Сесть на два стула Он должен быть Одержим В хорошем смысле Слово Только одним Растянуть мышцы Это уровень То есть Которого не было До этого Он растягивает мышцы Связки И садится И вдруг Представьте Он сидит И думает Так Два стула Мне нужно Значит У меня задача Сесть на два стула И он начинает Садиться на один Садиться на второй Бегает туда-сюда Потрогает один стул Потрогает второй Либо Он просто Меняет один стул На второй Как вы думаете Он растянулся Если он просто Бегает туда-сюда Или нет Нет Он ушел От задачи И на сегодняшний день Друзья мои Все успевать Это растянуться В своем мышлении В своих действиях Настолько Чтобы Как Иисус Вот эту фразу Сказал И то делать И этого не оставлять Вот это называется Растянуться Набрать объем Вырасти Если сегодня Ты Вот знаете Как услышали Тему Например Про созерцание Все начали созерцать Потом услышали Тему Про процветание Кинули созерцание И начали Суетиться Там Вкладывать Куда-то деньги Там все Это Ну Как бы Вкладывать Это нормально Но если Ты оставляешь Такие темы Как избрание Такие темы Как созерцание Это инструменты С помощью которых Это не просто Тема Которую мы прошли Друзья мои И это очень важно Я специально говорю Это вступительное Потому что уже близок Финиш И выпуск Из школы Курса Меч Соломонов Точно так же С финансами Есть Знаете Вот я говорил Тему про храм Храм Явление Духа Я сейчас не буду Пересказывать Кому надо Послушайте Это было тоже Практическая Точка Это один из стульев Где нужно было Строить свой Ну как бы Шпагат Познания Да Растянуться Финансово Представьте Что Соломон Он строил храм А рядом Строил дом Как вы думаете Это похоже На два стула На которых Надо было сесть На шпагат Реально Это было похоже Как вы думаете Если бы Соломон Не достроил храм Или бросил его И начал строить Рядом дом Это было бы круто Или это было бы просто Как Иисус сказал Он начал строить Бросил Посмеялись бы с него И издержки Не посчитал Это не то И второе Что я скажу На эту тему Я специально говорю Потому что Наблюдаю Некоторые процессы И говорю тем Кто еще Заходит В эти процессы Потому что Ваш Что называется Ваш личный дом Он должен расти В дерзновении От того Как вы Вот прямо Питаете Это дерзновение От того Как вы строите храм Это здорово Смотрите Соломон Имел дерзновение Строить Такой огромный Шикарный дом Для себя Потому что Он знал Что рядом Возвышается храм На сегодняшний день Я лично Имею дерзновение На обетование 100 домов Да Там Строительство Разные инвестиции Именно потому Что в своей жизни Номер один У меня было Это строительство Храма И когда я буду Говорить за помазание В следующей теме Которая помогала Мне преуспевать И помогает По сей день Это тоже Берется отсюда Зачем помазание Помазание Это и есть Инструмент С помощью которого Ты делаешь Дом молитвы Домом молитвы Домом явления Что я хочу сказать Когда ты инвестируешь В храм У тебя появляется Дерзновение У тебя появляется Дерзновение Иметь свой дом Помните Он говорит Я говорил об этом В теме храм Послушайте еще раз Особенно те Кто хочет реально Жилье Вот это все Я не буду сейчас Заморачиваться На богословии Или на теологии Что все уже есть Все хорошо Именно поэтому Но тебе нужно Знать инструменты Управления Своим состоянием Как ты будешь Проявлять дерзновение В том чтобы Делать огромные вещи Я имею ввиду Даже дом Квартира Вот то что для тебя Сейчас кажется Неподъемным Для этого нужно Дерзновение У меня оно было И есть Потому что я всю Свою жизнь Я посвятил тому Чтобы явление Духа и силы Оно Ну Происходило Это было как Строительство храма Кирпич за кирпичом Здесь познание Здесь какие-то Ну Инвестиции И поэтому У меня есть Дерзновение Делать это Если тебе это надо Если ты особенно Об этом хочешь Послушай еще раз Тему храм Я просто вижу Что Есть такая Тенденция Такая Ну Как незрелость Вот эти Менять стулья Нет Друзья мои Не получится Стулья нужно Не менять На них нужно Растягиваться Познание Это всегда Взрыв мозга Как это сделать Приходит Откровение Приходит Дерзновение И ты это Делаешь Я понимаю Я верю Всем сердцем Что вы понимаете О чем я говорю И это Один из Таких вот Моментов Успеха Который связан Еще раз говорю С дерзновением Это не потому Чтобы Бог Тебя благословил За то Что ты Строишь храм Бог нас Всем благословил Но это Ключ Как я сказал К управлению Своим состоянием Кто хочет Иметь дерзновение Должен Инвестировать В это Дерзновение Дерзновение Это феномен Святого Духа И когда ты Строишь храм Святого Духа Вот большой Да Объединенный О чем мы И говорили В той теме Тогда у тебя Появляется Дерзновение Феноменальное Строить Себе Соломон Это понял Со своей мудростью Поэтому он Быстренько Делал это И не оставляя Этого Делал Свой дом И поэтому Это касается Не только Финансов Это касается И всех тем В частности Продолжай Созерцать Продолжай Чувствовать Поток Продолжай Настаивать На своем Избрании И двигайся В практических Моментах Там Биржа Недвижимость Еще какие-то Темы Свой бизнес Который у тебя Начинается То есть Мы не ограничиваем Халлилюи Итак Друзья мои Я верю Что вступление Пошло на пользу И сейчас Мы переходим К нашей теме Это ресурсы Я вам напоминаю Что вообще Ресурсы Это то Что у тебя Уже есть Осознание Вы знаете Вы знаете Что даже Писание Оно Приводит Такие картины Потрясающие Примеры Образы Для нас Каким образом Отец Настаивает Чтобы ты Оценил Какой ресурс У тебя есть Кроме того Что ты Просто будешь Себе говорить А у меня Все есть У меня Здесь на небесах Все есть Это правильная Позиция Но иногда Нужно просто Посмотреть Что есть у тебя Земного Потому что Воплощение Оно всегда Связано С малой Частью Земного Да И огромной Большей Частью Небесного Невидимого Что я имею ввиду Помните Этот пример С Моисеем Прежде чем Послать Моисея Совершить То есть Создать По сути дела Говоря Нацию Израиль Ну Еврейскую Нацию Вывести Их Дать им Землю Обетованную Почему-то Во времена Во время Когда Моисей Он спорил С Богом И говорил Я не могу Этого сделать У меня ничего Для этого нет Я не речистый Я не Ну вообще Как я это сделаю Помните Что он сказал Первая фраза Отца была такая Что в твоей руке Тот говорит Да палка сухая Что в моей руке Он говорит Теперь эта палка Будет жезлом То есть То что в его глазах Было незначительно Отец Поднял Это на новый уровень Говорит То что у тебя Незначительно С моей мудростью И силой Будет значительно Вот говорит Я не речист А Господь Ему включает ресурс Он ему Ни ангела С неба дал Ни исцеления языка Друзья Заметили Он использует То что у него Уже есть Он говорит Твой брат Аарон Это наша Была Прошлая Позапрошлая тема Когда я говорил Что главный ресурс Это люди Представляете Что Аарон Он был Не просто Переводчиком Не просто Пророком Моисея Он потом Еще и породил Целое поколение Да Священничество Было По его чину То есть Отец Он задействовал Непосредственно Родственника Моисея Задействовал Ресурс И я говорил Об этом Хороший родственник И даже Нехороший родственник Аарона Нельзя назвать Слишком хорошим Родственником Потому что Он гнал На Моисея Потом он Зазнался Мне это так Знакомо Знаешь То что Бог мне указывает Иногда На моих помощников И говорит Они какие-то Великие вещи Представьте Он говорит Он будет Твоим голосом Он будет Пророком Ты должен На него полагаться Я потом Слышу иногда Как эти помощники Они там Чудят И я думаю Ну ничего себе Хороший ресурс Но Бог Представьте Берет Это немощное Чтобы посрамить Сильное Он взял Аарона Родственника Моисея Вместе с Моисеем Один заикатый Второй Не там Знаете Как С таким характером Они взяли И нагнули Самого сильного Царя На земле Посох Который Ничего не значил В глазах Моисея Был посохом Раздвигавшим Море Представляете Творившим Чудеса То есть Казни Над самой Сильной Страной Мира То есть Сегодня Отец Вот этими темами О ресурсах Он хочет Чтобы ты В ничтожном Усмотрел Драгоценное Потому что Если Знаете Как Я все время Так люблю Говорить Своим помощником Я говорю Ты хочешь Себе В жизни Такого помощника Как я И они Все говорят Конечно Пастор Я хочу Такого помощника Как ты О если бы Таких помощников Я бы Горя не знал Я у него Тогда спрашиваю Этого помощника Знаешь Почему Ты мой помощник А не я Твой Потому что Потому что Если бы Я был Твоим помощником Что бы Я тебе Помогал То есть Я показываю Говорю Понимаешь Что ты Мой помощник Потому что В чем-то Ты там Слабее В чем-то Ты не в таком Познании Я нужен тебе Чтобы ты был Как Учитель Да То есть Ученик Не выше учителя Ты должен Подняться А если Я буду Твоим помощником Написано Ученик Не выше учителя Я спущусь Со своего Познания Иными словами Зачем Ты мне Как учитель Для чего Поэтому Бог Всегда Даст тебе Помощника Более Ну как Немощного Не такого Зрелого Там Может быть Даже Странного У меня Были Такие Помощники Что я Иногда Молился Честно Я прям Молился И говорю Что Господи Ну почему У меня Помощники Через одного Какие-то Шизо И вообще Да И отец Мне сказал Однажды Я приводил Этот пример Он мне Говорит Хочешь Я в твою Домашнюю Группу Я туда Вел Домашнюю Группу Дам тебе Бизнесмена Миллионера Я такой Конечно Господи Я хочу Чтобы у меня Миллионер Был в домашней Группе И тогда Отец Мне сказал А зачем Ты нужен Миллионеру Что ты можешь Для него Сделать И я помню Там Ну я ему Евангелие Скажу А отец Мне говорит Евангелие Это откровение Об успехе По сути дела Говоря О всестороннем Могущественном Небесном Успехе Но сегодня Этот человек В своей сфере Более успешный Чем ты У него Объем У него Зрение У него Проницательность Миллионерами Не становится Так просто И ты будешь Как школьник Который выпендривается Перед ним Поэтому Он мне тогда Сказал Что Будет время Еще когда Миллионеры Они будут К тебе прислушиваться Вот как сегодня Еще их не так много Этих миллионеров Но Я знаю Что даже Миллионеры Они тихонечко Нас слушают Они просто Не светятся Вот Понимаете Друзья Поэтому Отец Он всегда Избирает Что-то Менее слабое Для чего Я это говорю Я пытаюсь Этой темой Про ресурсы Показать тебе То На что Ты не обращал Внимания Ты пренебрегал Этим И отец У него Есть план Я не просто Перечисляю Ну может Это Попробуйте Может Это Все Что я Перечисляю Это Голос Отца Который Хочет Показать Тебе Что У тебя Во-первых Уже Есть А значит Приложится И умножится А второе Что он может Взять Ерунду Из твоей жизни И сделать Приумножение И квест Он потрясающий Мне нравится Что у многих Из вас Получается Что у вас Получается И преломлять И приумножать Такие свидетельства Мы в свою очередь Уже Платим За лицензии В клубе Кто знает Тот знает Есть клуб За который Занимается Приумножением Через Бизнес В крипто В криптомире И Мы С Олечкой Мы проплачиваем Некоторым людям Участникам Курса Меч Соломона Лицензии Кто хочет Там участвовать Тем кто Прошел Хорошо Квест Показал Свою Своё рвение К способности Продавать Вообще То есть Торговля Торговля Это одна из главных Тем Курса И мы это делаем И я рад Что получается Я рад Что эта способность Она активируется Не останавливайтесь Друзья мои Потому что Реально Не буду снова Агитировать За торговлю Но будущее В этом Огромное Итак Сегодня мы приступаем К еще двум Даже трём Я упомяну И третий Двум пунктам Темы ресурса Это Главный из них Первый из них Это информация У тебя Кроме людей Кроме Способностей Талантов О которых мы говорили Кроме Всего Что перечислено Было В первых Двух уроках О ресурсах Сегодня Я говорю тебе Есть огромный ресурс С которым Нужно научиться Работать Это информация Скажи сейчас Вслух Это просто Информация Твой мозг Твоё сознание Знаете Вот я сейчас говорю Даже вот Только сказал Твой мозг И на меня Аж помазание Начало сходить Отец так хочет Чтобы вот этот Ковчег золотой Он работал На все стол Даже на 300 Работа С информацией Это то К чему должен Быть приучен Мозг Приучено Сознание Знаете Вот Как я вижу Глаза царя Глаза господа Глаза царя Они Наблюдают Они Они Как будто Всматриваются Они Пытливые Они Проницательные Они Разделяют Правду От неправды Легко И сегодня Информация Я скажу Такие знаете Как за Три уровня Вот этой Работы С информацией Есть царский Уровень Есть Самый Такой Нижший Уровень И ты можешь Себя протестировать Но на всех Трёх Уровнях Друзья Мои Нужно Уметь Ну Работать Информация Это Оглушительный Ресурс Я Сразу Скажу Что Вот эти Три Уровня Это Первое Информацию Получать То есть Обнаруживать Источник Информации И Уметь Искать Информацию Потому Что В основном Друзья Мои Все Видимые Источники Информации На самом Деле Это Источники Дезинформации Все Что Легко Доступно Можно Телек Включить Там Еще Что Компьютер Быстро Посмотреть Эта Информация Как правило Блокирует Реальное Положение Дел Поэтому Первое Самое Такое Ну Непростой И Самый Нижий Уровень Это Поиск Нужной Информации Если Если Ты Находишь Информацию Вот Даже Сейчас Задай Себе Вопрос Какие У тебя Есть Знания Откуда Ты Вообще Получаешь Информацию О том Что Происходит И Вот Информация Которая К тебе Залетает Вся Подряд Знаете Она Конечно Не Является Ресурсом Ресурсом Является Ценная Информация Есть Когда Бывает Даже Открывается Как Целый Портал Информации Пласт Какое Это Знание О Каких То Событиях О Каких То Людях Которые Уже Стоит Денег Мы Чуть Упоминали За Этим В ресурсе Люди Когда Я говорю У тебя Бывает Человек Сидит Где Нибудь В Администрации И Он Письма Отправляет И Вдруг Он Тебе Говорит Ты Знаешь Вышло Новое Постановление Еще Никто Об Этим Не Знает Например То есть Можно Заработать Да Просто На Вот Этом Сливе Извините Что Так Скажу Это Такой Оперативный Термин На Этом Сливе Вдруг Ты Узнал Что Что Произойдет Через Несколько Часов Узнал Раньше Всех Это Простой Пример Конечно Есть Других Очень Много Но Эта Информация Это Сокровище В Этот Момент Ты Не Можешь Себе Сказать Знаете У меня Там Нет Никаких Ресурсов Но Это Уже Ресурс Это Мощный Ресурс Это Сильнейший Ресурс И Поэтому Есть Такое Выражение Знаете Что Кто Владеет Информацией Тот Управляет Миром На самом Деле Те Кто Знают Наперед Да Вот 90-е Годы В Советском Союзе Они Показали Что Те Кто Знал Что Будет Дефол Что Будет Развал Союза Они Реально Стали Миллиардерами Миллионерами Выкупали Все Эти Там Фабрики Заводы Даже Когда Денег Не было Они Находили Потому Что Знали Завтра Это Будет Деньги Это Будет Труха А Завод Он Чего То Стоит Кстати Это Одна Из Причин Почему Мы Любим Заниматься Недвижимостью Потому Что Деньги Превращаются В труху Но Недвижка Она Остается Крышу Над головой Все Хотят Иметь Все Хотят Арендовать Продавать Но Это Отдельная Тема Итак Первое Поиск Информации Если Ты Умеешь Искать Информацию Умение Этот Навык Это Ресурс Сама Информация Она Может Быть Хаотичной Ты Можешь Ее Доставать Откуда Угодно Случайно Узнал Но Это Все Первый Уровень Такой Ну Минимальный Когда Просто К тебе Что-то Залетает И Ты Вдруг Случайно Может Быть Обнаруживаешь Бывает Такой Шанс Жизни Но Это Я Еще Раз Говорю Это Самый Примитивный Уровень В основном Все Так И Живут Когда Узнаю Тогда Буду Делать Я Приводил Тоже Наверное Этот Пример Когда Я Бизнесмена Одного Спросил Говорю Что Ты Собираешь Делать Как У тебя Планы На Год А Он Говорит Ну Мы Ждем Выборов Президента И Только Тогда Будет Ясно Какой Курс Нам Занять Дальше Я У него Спросил Так А Какой Шанс Что Ты Какие Новости Будешь Узнавать Первым Ну Сменится Президентом Будет Там Или Не Сменится Курс Валют Изменится Ты Каким По Счету Узнаешь Об Этому И Он Так Ну Как Все Понятно Что Не Первым Не Вторым И Даже Не Тысячным Я Говорю Так Ты Просто Собираешься Делать То Что Делают Все То Есть В чем Смысл Этого Ожидания Выбора Он Говорит Ну Я Так Не Думал Я Так Не Думал Я Говорю Тебе Нужно Не Отталкиваться От Той Информации Которую Узнают Все Отталкиваться Либо От Своего Плана Не Глядя Ни На Какую Информацию Либо Тебе Нужно Иметь Свои Источники Информации Вверху Где-то Где Ты Узнаешь Хотя Б Раньше Чем Все Остальные И Вот Номер Один Друзья Мои Это Готовность Уловить Информацию Потому Что Большинство Людей Они Даже Не Выискивают Эту Информацию Они Просто Живут Когда Эта Информация Обрушится На Их Голову И Это Плохая Работа Скажи Со мной Информация Это Ресурс В Этой Связи Тебе Нужно Во-первых Знать Какая Тебе Нужна Информация Для Чего Что Ты Собираешься Делать Я Надеюсь Это Понятно Но Это Еще Раз Говорю Это Ставит Тебя В Уровень Практически Со всеми Итак Подводя Итог По Первым Пунктом Я Хочу Сказать Что Тебе Нужно Взять И Просто Задать Себе Прямой Вопрос Откуда Ты Получаешь Информацию И Ты Будешь Удивлен Насколько Часто Ну Скорее Всего Большая Часть Того Что Приходит В Твою Жизнь Как Информация Во-первых Ты С этим Ничего Не Делаешь Во-вторых Оно Тебе Не Надо И В-третьих Ты Увидишь Что Твой Источник Банален И Поэтому Это Знание Должно Оттолкнуть Тебя Или Продвинуть Тебя Дальше Второй Пункт Это Не Просто Получать Информацию И Ее Перемалывать Анализировать А Создавать Источники Информации Это Означает Вот У тебя Есть Сфера Которая Тебе Нужна Во-первых Ну Просто Даже Как Люди Или Сыны Божьи Духовные Да Вы Должны Позаботиться Чтобы Источник Информации Работал Например У вас Нету Какого-то Знания Нету Информации Вы Говорите Просто Говорите В дух Мне Нужна Информация Оттуда Есть Ангелы Человеческие Ангелы Которых Отец Просто Может Активировать Для вас Чтобы Информация Из Нужного Источника Шла Знаете В миру Это Выглядит Так Сидят Два Человек И говорит Мне Нужен Человек В Администрации Чтобы Нам Объяснял Как Тут Что Делать Кто Нас Может Проконсультировать Они Платят Деньги Коррупционными Способами Добираются До Источника Информации И Доят Его Извиняют Они Получают Оттуда Сыны Божьи Конечно Они В этом Не Так Иногда Проворны Потому Что У них Есть Господь И Они Считают Что Все Через Откровения Но Доходит Дело До Простых Вещей Они Не Могут Простейшей Информации Получить Что Делают Эти Сыны Века Сего Они Заботятся Чтобы В Этой Сфере Была Дырка Или Как Источник Чтобы Информация Текла Давайте Перенесемся Чуть На Насущные Нужды Когда Тебе Нужна Вода Вот Просто Ты Знаешь Вы Знаете Что Есть Разные Способы Можно Дойти До Лужи И Напиться Но Это Утолит Твой Голод Можно Постоять Под Дождем И Высунуть Язык Тоже Что Небось Капнет Но Нормальный Умный Человек Он Проводит В дом Себе Воду То есть Он Создает Источник Воды Там Где Ему Нужно С Информацией Нужно Действовать Точно Так же Нужно Выставлять Источник Открывать Источник Информации В той Сфере Где Тебе Нужно Делать Чтобы Эта Информация Не Престанно Шла Можно Завести Знакомство Да Как Мы Уже Говорили Что Есть Люди Значит Можно Найти Правильный Курс Школу Да Ну Какую То Что Позволит Тебе Получить Информацию О чем То И Эта Информация Это Ресурс Потому Что Многие Люди Они Без Знания Не Имея Света В голове На Эту Тему Как Действовать Не Видя Всей Картины И Как Говорят Говорит Там Знание Сила Информация Она Дает Тебе Власть Над Ситуацией Ты Знаешь А Кто То Не Знает Но Вместо Того Чтобы Поглощать Все И Быть Просто Каким То Эрудированным Там Чрезмерно И Не Иметь Сил В Каком То Вопросе Нужно Выставлять Источники Не Тратить Много Времени На Лишнюю Информацию Это Средний Уровень Средний Уровень Это То Чем Занимаются В основном Предприимчивые Люди Они Заводят Знакомства Они Качают Информацию Они Изучают Ресурсы Я имею В интернете Целенаправленно Целенаправленно Не Лопатят Все Подряд Скажи Со мной Это Слово Целенаправленно Должен Были Как Открыться Такой Портал Информации Нужной Для Тебя И Оно Видно Из Писания Вы знаете Как Когда мы Говорили Выставление Глаз У отца Представьте Его Один из Образов Это Когда у него Много Глаз Семь Глаз Светильники Семь Духов Божьих У него Есть Какие-то Существа Наполненные Глазами То есть Глаза Это Одновременно Источник Получения Даже Если Не Можешь Естественным Способом Тебе Нужно Сверх Естественно Вот Допустим Сегодня Тебе Нужна Информация О чем-то Ты Не Видишь Как Туда Подобраться Выставь Ангела Туда Вот Вот Просто Выставь Ангела Выставь Туда Свои Глаза Озвучь Свою Потребность В том Чтобы Тебя Оттуда Качать И Эта Информация Вот Наблюдай За своей Жизнью Она Потечет К тебе Она Потечет К тебе Потому Что Ты Туда Зашел Можешь В духе Зайти Есть Масса Инструментов Смотрите В основном Вся Наша Деятельность Это И есть Работа С Информацией Когда Ты Научился Не Есть То Что Дают Всем Второй Пункт Вот Мы Говорим За Него Производить Источники Открывать Целенаправленно Заводить Там Знакомства Ставить Туда Ангела Выставлять Глаза Получать То Что Надо Тебе Вот Занимаешься Ты Например Недвижкой Можешь Заниматься Криптой Можешь У тебя Свой Магазин Вот Ты Представляешь Что Ты Живешь В Информационном Поле Всеобщем И Ты Говоришь Практически То Что И Все Люди Ты Говоришь Это Невозможно Я Сложу Концы С Концами Здесь Это Не Работает Здесь Это Работает Но У тебя Есть Потрясающее Свойство Если Ты Знаешь Что Информация Это Ресурс У Тебя Есть И Видимые И Невидимые Инструменты Создания Таких Источников То Всего Лишь Начать С Того Что Понять Информация Это Ресурс У Меня Может Быть Сегодня Нет Денег Но У Меня Есть Масса Возможностей Заполучать Информацию И С Помощью Этой Информации Я Буду Материализовывать Что То И Так Очи Господа Выставлены По Всей Земле И И Идет Работа С Этой Информацией Влияние На Это Еще Раз Напоминаю Друзья Мои Что Большинство Источников Традиционных Информации Это Источники Дезинформации Особенно Массовой Информации Запомните Все Что Направлено На Работу С Массовым Сознанием Это В 99 Процентах И Девяти Этих Десятых Это Ложь Ложь Это Создание Декораций Чтобы Ты Не Знал Что Происходит На Самом Деле Поэтому Разумный Человек Глуп И Всякому Слову Верит Массовая Информация Это Всякое Слово Слово Для Всех Это Не Значит Что Тебе Нужно Напитываться Недоверием Но Я Вижу Такие Есть Знаете Я Уже Упоминал За Это Есть Такие Пророки Которые Интернет Пророки Они Смотрят Что Направлено На Людей Массовая Информация И Вдруг Рождают Пророчества На днях Мне Кто-то Присылал Какого-то Пророчества Какого-то Пророка Который Там Знаете Говорит Что Ядерная Война Я Там В духе Куда-то Перенес И Смотрю Там Совещание И Значит Там Ядерную Бомбу Они Задумали И Вот Они Говорят Ну Мы Сбросим Маленькую Не Сбросим Большую Там И Якобы Какой-то Диалог Я Слушаю Это Все Если бы Не читал Новости И Не знал Что происходит Знаете На планете Какие Военные Конфликты Ему Бы На ум Даже Не пришло Пророчествовать Ни про Какую Бомбу Потому Что И так По всем Новостям Говорят Что Не Сегодня Завтра Есть Такая Угроза Не Нужно Быть Пророком Чтобы Понимать Что Идут Переговоры В Кабинетах На Эту Тему И Вот Он Пророчествует И Для чего Это Надо А Это Надо Для Поднятия Своего Рейтинга Это Очень Просто Если Грубо Говоря Знаете Вот Так Скажу Если Бомба Взорвалась Он Скажет Я Же Говорил Если Она Не Взорвалась Он Скажет Я Же Предупредил Этот Момент И Поэтому Ничего Не Сбыл И Так И Так Он Великий Пророк Божий Поэтому Эта Информация Направленная Учитанная На всех На пропаганду И Поэтому Во-первых Большого Успеха В этом Не Будет Во-вторых Тот Кто Понимает Что Есть Другие Уровни Получения Информации Он Не Будет На это Вестись Вот Был Елисей Представляете Ни телевизора Ни радио Ни шпионы Не Донесли А Он Взял Зашел В духе В комнату Царя Никакого Разговора О войне Не Было А Он Узнал Что Во вражеском Стане Готовится Что Готовится Атака На Израиль Более Того Он Не Просто Узнал Что Наверное Там Бомба Какая-то Готовится А Он Даже Знал Где Они Будут Где Выставить Охранные Отряды Засаду И Атака Была Отражена Один Раз Второй Раз Третий Раз Вот Это Я Понимаю Информация Сверх Естественная Вот Это Я Понимаю Ни Тебе Газеть Ни Телевидение Человек В духе Получает Примерно По такому же Образцу Нужно Строить Вообще Весь Свой Принцип Получения Информации Вот Скажи Себе Я Не Глупец Верить Всякому Слову Да То Сразу Ты Отметаешь Себя Отделяй Себя От Всех Кто Слушает Все И Создавай Свои Источники Информации По Мере Своих Своего Познания Возможностей Вот Спроси Себя Для Начала А могу Я Узнать Что-то Такое Что Касается Не Всех Точечная Информация Это Уже Лучше Как Минимум На шаг От Общей Лжи Ты Уже Отстанешь Естественно Есть Еще Третий Уровень Которому Я Подвожу Это Уже Не Просто Создавать Источники Информации Вот Есть Источник Информации Где Ты Получаешь Информацию А Есть Источник Информации Где Ты Уже Даешь Информацию Вот Понимаете Источник Где Ты Не Втягиваешь Информацию А Уже Создаешь Ее Ну Такой Примерчик Можно Привести Да Когда У меня Такой В жизни Был Пример Я Не Помню Рассказывал Или Нет Я Просто Был В одном чате связанном там и был там разговор с про недвижимость вот у нас здесь в турции да я просто люди под влиянием всеобщих новостей что какие-то районы здесь закрываются и там нельзя будет прописаться еще что-то они говорят все сейчас цены начнут падать наконец-то все эти кто накручивает цены они обломаются кто-то наоборот мире то что мне теперь делать я купил квартиру они сейчас упадут в цене и что я смотрю всеобщее настроение в чате было такое что ну упадническое такое кто-то ну какой-то так как раз при кто-то ликовал что цены упадут кто-то расстраивался кто-то спрашивал что дальше делать и мне самому интересно было что будет дальше и вдруг мне пришло такое ну знаете наглая мысль такая дерзновение думаю почему я сын божий в этом чате выуживаю информацию для себя она как бы и неплохо но это уровень не мой в чате в этом я не знаю никого кто мог бы быть источником точечной информации и тогда мне остается 3 значит есть как все не хочу точечного не вижу помните докопать не могу просить стыжусь и что сделал неверного правительства начал что-то делать сам и я решил что я создан информацию кто-то может сказать что это ну безумие или обман там да но на самом деле все сбылось как я сказал я взял и написал прям такое свое видение а я считаю что цены вырастут мне как человек как личности которая там связана с продажей недвижимостью да то есть не выгодно чтобы цены падали то есть ну в чем смысл инвестиции там дешевеют ну то есть понятны процессы что когда у тебя уже есть что продавать то ты не хочешь чтобы цена падала и я сказал цены вырастут к новому году вырастут цены я вам говорю и вы еще будете жалеть что не взяли сейчас и там на меня как набросились начали там разное говорить что типа да откуда у вас такая информация да вы или это ваше мнение так вы скажите если вам кто-то сказал так тоже поделитесь нам же важно знать точно или нет я по мере там своего понимания дал расклад и смотрю все больше и больше стало те кто говорит никогда в жизни никогда в жизни не повысится цена потому что уже и так зашкаливает я говорю повысится и были люди которые поверили они такие вау ну откуда вы знаете там вы спрашивали но не суть я вспоминал эту историю когда был голод помните в городе и пророк говорит завтра цена будет маленькая то есть он получает информацию цена будет маленькая он знаю вот это по откровению никто не поверил никто не поверил но цена была такая как он предсказал и вот представьте это влияло на экономику это влияло на голод стране то есть это на все влияло и буквально через пару недель начал расти цена не через пару недель три недели примерно начала расти цена на жилье потом произошли еще какие-то события политические не самые лучшие но цена вообще стала расти и вместе с этим начало расти начали расти цену на недвижку из других странах тоже связи с этим событием и я не знал что так будет я не знал что так будет но смотрите друзья мои информация я увидел себя в роли того кто создал информацию то есть у людей не было однозначного мнения я сказал что будет вот так самое интересное что пока их убеждал сам поверил и цены выросли очень сильно и продолжают расти теперь закручиваю следующую информацию после этого я говорю цены еще будут расти поэтому даже те кто сейчас видят эти выросшие цены вы еще находитесь в нормальном положении не поздно будут еще больше и уже буквально даже встречаясь с людьми здесь которые занимаются этим я слышу что да да прогнозируется все подтверждать я этот просто небольшой пример может он не самый красочный друзья мои но я хочу сказать это царская позиция создание информации это высшая небесная позиция смотрите мы посланы с евангелием мы сейчас говорим за информацию напоминаю мы посланы с евангелием на самом деле евангелие это все равно информация эта информация содержащая силу евангелие это сила и евангелие это хорошая новость по сути дела говоря когда мы созерцателя мы понимаем. Павел говорит, я проповедовал вам так, что вы видели. Небесное телевидение. Он транслирует, они начинают видеть. Он сообщает им информацию, которую они не знали. Он носитель. То есть, что он делает? Он что-то от них спрашивает. Разве Иисус сказал, идите до края земли и узнайте, как там дела? Узнайте, получится ли у нас тут церковь открыть или нет? Вообще, это курящие даже нет. Он говорит, давайте делать информацию. И говорит, если мы берем, что информация, Евангелие, это новость. Услышьте меня, дорогие, новость. То есть, по сути, он им говорит, идите и расскажите новость, транслируйте новую информацию, ничего не спрашивая. Ничего не спрашивая. И знайте, источник информации этой внутри вас. Итак, высший уровень. Это, во-первых, информацию создавать. Я всем советую, когда ты уже первый шаг, это отказаться от всеобщей информации. Это очень непросто на самом деле, потому что чавкать, извиняюсь, с общего корыта всегда просто. Вот оно. Но мы знаем, что с корыта хотел есть сын блудный. Давайте не скажу блудный, заблудший. Когда ты ничего не знаешь, когда у тебя все вот прям вот так. Тебе хочется есть общую информацию, питаться этой информацией, потому что это просто. Самое интересное, что это приведет к плачевным последствиям, потому что, помните, в этой притче там написано, ну и это ему не давали. Что значит не давали? Ты вдруг поймешь, что ты ешь все, а не получаешь вообще ничего. Знания так и не приходят. Так я тебе скажу, дорогой друг, из общего корыта знания не приходят. Чудо чудное. Это просто реально просто ангельское вмешательство, когда человеку с такой позиции вдруг приходит информация ценная. Знаете, что обычно происходит? Он ее не замечает. Не замечает. Как говорят, как свинья в апельсинах. Ей что апельсины, что там бананы, ей все равно, лишь бы чавкать. Печально, что сыны Божьи в основном именно так и живут в этой позиции. Итак, отказ от всеобщей информации. Второй шаг – это создание своих источников информации. И, как я сказал, обрати внимание, проанализируй, какие у тебя есть люди, в каких сферах, кто лично, как минимум очевидцы. То есть вот Иисус говорит, вы будете моими свидетелями. Петр говорит, мы были очевидцами его величия. То есть важны свидетели и очевидцы. Это лучше, чем общая информация. Но это не пик. Потому что вы знаете, что даже в Евангелии быть свидетелем очевидца его величия и явить величие – это не одно и то же. Рассказ об Иисусе и создание у людей духовного опыта – это разные вещи. И поэтому здесь точно так же. Иметь своих людей, которые дают информацию – это уже лучше. Это намного круче. Очевидцев, свидетелей, кто может быть свидетелем чего-то происходящего – это лучше. Но в таком случае вы сталкиваетесь с призмой его восприятия. Он может сказать правду, которая ему кажется правдой. Это все равно несовершенный способ. Но это лучше. Надо к этому стремиться. Если ты… Вы знаете, что ангел – это вестник. Один из переводов – ангел – это вестник. Значит, ангел может принести тебе весть. Не просто весть с неба. Потому что, в принципе, тебе и так возвещено все. А весть с любого… Ну, то есть, информацию с любого источника, или как правильно сказать, с любой сферы. Мы немножко… Это звучит мистически. На самом деле, в бизнесе нужно использовать мистические способы. В бизнесе нужно использовать духовную разведку. Помните, у нас есть целое видео «Духовная разведка». Заходить в духе, получать информацию, видеть, что происходит. Вот как Елисей это делал. Духовная разведка. Зашел к царю, предотвратил войну. Ты можешь зайти куда-то. Не надо идти по царям. Потому что у верующих часто такая мания величия. Им надо ходить в комнаты, в спальне царей. На самом деле, у Елисея было служение государственного уровня. То есть, он был человеком, который к своему царю мог зайти спокойно. И это обычно, я хочу вам сказать, друзья, что этому надо научиться. Если ты сегодня на таком уровне, что говоришь, я зашел к такому-то царю. Или в духе там. Или я зашел в такой-то кабинет. Как правило, я вам скажу тест. Как правило, за редким исключением. Как правило, если ты не можешь войти физически в такие кабинеты, то ты и духовно туда зайти не можешь. Почему? Потому что мы знаем, что сначала невидимое. Если ты мог заходить в духе в такие кабинеты и к таким людям, ты бы и явно бы имел к нему. То есть, я не верю в такое, что я в духе исцеляю, но внешне ничего не происходит. Нет. Все через познание. Поэтому я советую не лезть, ну вот, не льстить себе, что ты ходишь по кабинетам президентским в духе. А для начала заходить и решать свои вопросы на уровне своего познания. Вот ты чувствуешь, что тебе сейчас нужно знание оттуда или оттуда, а не откуда-то там из-за облачных сверх. Тогда ты заблуждаться не будешь. И зайти просто в администрацию, зайди куда-то к себе на работу, если ты еще работаешь, к своему начальнику. Сходи на духовную разведку. Тебе намного легче будет воспринимать, потому что многое из того, что там есть, ты уже знаешь. И узнай об этом. Выставь там ангела. Вот просто ты можешь взять и сказать, мне нужны вести оттуда, что здесь происходит. Помните, я учил там, ночная птица, слова переносит. Это все про ангела. Ты можешь просто взять и поставить ангела, который удивительным образом будет стягивать к тебе информацию о том, что происходит в нужной тебе сфере. Я так делаю в служении. Смотрите, принцип Сына Божьего. Все тайное становится явным. Что это означает? Это про информацию. То, что хотели скрыть, оно стало явным. И он этим пользуется, друзья мои, буквально как оружием, как методом. Он говорит, ну, для меня все будет явно. Я помню, взял этот принцип и думаю, пускай все, что происходит в служении, например, да, становится мне известным. Кто, что, где, чем дышит, чем занимается. И так и происходит. Я никогда не засылаю там никаких там шпионов, что-то узнавать. Просто информация стекается. Иногда я даже жалею. Мне не хочется слышать за какие-то вещи. Но, тем не менее, я все практически знаю. Как меня спрашивают, ты все знаешь? Я говорю, почти все. Не буду говорить все, но почти все. Почему? Потому что у меня есть познание, у меня есть откровение, что ангелы, которые посланы в эту сферу, которая мне важна, которую я развиваю, они постоянно поставляют мне информацию. Через людей. Просто иногда чувствование какое-то возникает, что что-то происходит. Я обращаю оттуда внимание, бах, и узнаю. Хорошее, плохое, неважно. Просто я хочу быть в курсе, и это происходит. Это сотрудничество. Ангелы – это вестники. Это, знаете, такой немножко шаг в мистическую сторону. Но, если вы не видите, что информация – это драгоценный ресурс, вы этого не поймете. Я верю, что вы понимаете. Создание источников информации для влияния – это как Евангелие. Вы просто говорите. Первое, как вы это создаете, естественно, что вы движетесь в откровении, движетесь в познании. У вас возникает, как Иисус говорит, «Почему вы по самим себе не судите, чему быть должно?» У нас есть видео «Создание сезонов». «Создай сезон», по-моему, так называется. И я там говорю, что мы не смотрим на небо, чтобы выждать дождя. Это низший уровень. Мы создаем сезон. Сотвори сезон преуспевания. То есть ты говоришь ту информацию, создаешь ее, которая нужна тебе сейчас, в это время. Например, мне нужно было, чтобы недвижка подорожала. Она и подорожала. Ну, можно относиться, друзья, к этому как к шутке, но взять из этого мудрость определенную. И последнее, что скажу на это еще, друзья мои, что знание потребностей людей, особенно если вы занимаетесь бизнесом, вы хотите этим заниматься, вы должны знать глобальные нужды людей. Те, кто занимается там в криптовалютной сфере, либо просто вот биржа, знаете, все знают, такие есть там хиты, там есть хомячки. То есть мы об этом также говорили, что как там хомячки, это те, кто получает только информацию. Он не создает информацию. Он не создает этой информации никакого влияния. Им говорят, завтра будет подорожание. Что они делают? Сегодня все скупают. Им вводят в уши информацию. Завтра будет просадка, упадет все. Они тут же начинают все сдавать. А те, кто управляют этим процессом, по сути, говорят, что будет. Они просто зарабатывают на этом, имеют на этом. И исходя из этого простого, такого примитивного примера, вы должны, друзья мои, зарядиться мыслью, создавать информацию. Еще раз и еще раз я это говорю. Есть вот этот уровень. Для всех это корыто. Второе, это когда ты уходишь, создаешь источники свои, как мистические, так и обычные, понятные тебе связи, люди, какие-то знакомства. И ангельские, духовная разведка. И третий уровень, это когда ты не собираешь информацию, а открываешь источники, как порталы для влияния. Это называется направить свои глаза туда, с конкретной целью влиять. Вот это Божья позиция. Это Евангелие. Запомните еще раз, дорогие. Иисус, Он не говорил идти, узнавать что-то в этого мира. Он сказал идти и давать этому миру. Небесное телевидение. И это должно поменять. Поменять у людей представление о том, что может быть. А ты, что может быть, как сезон преуспевания, распознаешь по себе. Вот, например, сегодня движение, там, небесная цивилизация. Раз, и мелькнул Восток. Турция, да. У многих людей картинка появилась. Я вижу всегда там. Что произошло? Я разве спросил у кого-то какую-то информацию? Нет. Я ее дал, и люди пришли в движение. И более того, кому-то надо двигаться еще активнее, потому что, ну, в этом есть будущее. Итак, дорогие, конечно, получать информацию, это огромный ресурс. Множество раз я видел, что те, кто владели информацией, они управляли ситуацией. Множество раз я видел, что информация, идеи, которые рождались в головах людей, и они говорили себе, мне плевать, какая сейчас информация, я буду протаскивать свою информацию. Они создавали, 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 влияли на мнение. И в один момент мнение многих с подвоздействием информации переламывалось. Ты просто на сегодняшний день, друг мой, вот если я тебе говорю, что созданная тобой информация, она может переломать мнение людей. Спроси себя, ты веришь в это? Спроси себя, реально ты веришь, что можно даже на массовом уровне или на какой-то группе сделать так, чтобы мнение людей склонилось под воздействием этой информации? Это даже хороший тест, насколько ты хороший евангелист. Ну, насколько ты хороший проповедник, потому что проповедник, он должен пленять умы людей, уметь пленять, чтобы они меняли свое мнение, чтобы они прозревали, открывались у них глаза. Вот такие дела, друзья. И следующий пункт, первое, это мы говорили, что ресурс, это информация, с ней надо уметь работать на разных уровнях, получать, создавать и в конце концов влиять, создавать источники, влиять. Следующий пункт, ресурс, он на такой попроще, наверное, чуть-чуть, и мы уже будем двигаться к завершению, это пункт имущества. Скажи, имущество. Притча, 12 глава, 27 стих. Вообще, у верующих часто отношение к имуществу какое-то странное немножко, да, я замечал это, и на сегодняшний день, верующий ты или не верующий, я хочу тебе сказать, что имущество является ресурсом, его, и, соответственно, им нужно уметь пользоваться. Притча, 12 глава, 27 стих, написано, «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Внимание, написано, что «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество», то есть, противопоставляется лень прилежности, у этого даже еды нету, а имущество прилежного многоценно, еще раз, противопоставление, «Ленивый прилежный еда и многоценное имущество». И вот, в чем же оказывается лень влияет на то, будет ли твое имущество многоценным. Я не нашел ни одной причины, знаете, есть люди, которые копают лопатой день и ночь, но у них имущество немногоценное, значит, лень, не имеется в виду какая-то лень, когда тебе руками работать лень. Лень, как всегда, это состояние ума. Мы говорили об этом, лень это состояние ума. Оказывается, значит, прилежный это тот, у кого мозги приучены думать, как бы это не банально звучало, различать и взвешивать на будущее. Итак, обращая внимание на управление имуществом, мы когда проходили квесты, когда я видел, что вы там продаете, друзья мои, у меня иногда возникала мысль, а что у тебя все это барахло годы делало дома? И ваши отношения, вот, например, когда человек говорит, понимание, когда человек говорит, я не верю, что вот это можно продать, я думаю, каким образом у тебя дома оказалось имущество, вот такое барахло, да, его нельзя назвать многоценным, почему, потому что ты сам не веришь, что ты его можешь продать, и это означает, друг мой, что на самом деле это имущество не было многоценным, сейчас я скажу, что означает термин многоценным, я уже раньше говорил, что дом прилежного, он содержит многоценное имущество, а глупость, она заводит барахло, и разница вот в чем, первое, покупать вещи, вот многоценность, вот этот термин, многоценным, многоценно, это не означает, что дорогое, потому что есть дорогое, а есть многоценное, многоценное, это означает, что у этой вещи с разных сторон есть много пользы, бывает вещь дорогая, но не ликвидная, что это означает, ее можно только купить, но нельзя уже продать, этого вообще надо избегать, потому что наша жизнь, она не вкопана в землю, она постоянно движется, что ты купил, ты как настоящий продавец, что ты купил, ты должен иметь возможность продать, это называется ликвидное имущество, не надо никогда ничего покупать, такого, что потом нельзя продать, ценность, вот написано, многоценность, многоценностей в этой покупке, первое, ценность может быть в том, что она недорогая, но очень полезна, может быть, это первое, в чем ее ценность, вторая ценность, ее можно продать через 5 лет, можно, это большая ценность, потому что грубо говоря, ты даже если будешь переезжать, или купишь что-то еще более лучшее, тебе не придется, то есть это имущество будет частью лучшего, а если его нельзя продать, тебе придется снова искать во-первых эту сумму, а во-вторых сверху добавлять еще, мне кажется это вообще не надо объяснять, неликвидное имущество это барахло, вот которое ты потом знаешь и отдать никому не отдашь, выкинуть жалко и продать невозможно, вот это барахло, и глупость и нищета заключаются в том, что когда ты думаешь, что многоценное это дорогое, нет, иногда тебе нужно не покупать эту вещь, а купить вот эту, просто, они по цене одинаковые, может по функциям разные, но нужно подумать, всегда, когда перед покупкой задавай себе вопрос, смогу ли я потом это продать, это очень важный момент, который позволит тебе дома не иметь барахла, и ты будешь как прилежный, вот прилежность это ум, который не ленится подумать об этом, и так, имущество многоценное, всегда должно остаться ресурсом, это снова касается ликвидности барахлов, если это имущество уже невозможно продать, оно не является ресурсом, ты можешь просто этим пользоваться какое-то время, потом поставишь и все, если тебе его понадобится задействовать, ты его не можешь задействовать, все, что ты не можешь задействовать, это не ресурс, и так, запоминай, вот это слово ликвидность крайне важно, особенно, когда речь идет о больших покупках, дом, квартира, машина, там, ну, там, золото, ликвидность, неликвидность, каких-то ценных бумаг, то есть, во всем нужно видеть, даже если ты покупаешь это в пользование, компьютер ты там купил, телефон, все время себя спрашиваю, я его продам потом или нет, если надо будет, засколько, какая потеря, то есть, об этом всем нужно задумываться, потому что, когда ты об этом не задумываешься, твои потери будут большими, грубо говоря, тебе через некоторое время, как я уже сказал, придется и эту цену искать, и еще сверху думать, что заложить, потому что это можно только выкинуть, и примеры, друзья мои, вы можете увидеть особенно хорошо на больших покупках, как я сказал, если вы покупаете домик в голом поле, где ничего нет, где школа далеко, а самое главное, дом, который очень далеко находится от места, где у вас источник финансов, ну, грубо говоря, там, работа, это вообще, вы потом будете, во-первых, думать, каким образом вам осуществлять этот переезд туда-сюда, то есть, вы будете вкладываться постоянно, это имущество, оно будет вас тянуть, это будет цена владения, во-вторых, когда вы захотите его продать, вы же сами подумайте, вас просят, далеко ли там все эти объекты, инфраструктура, но люди иногда думают, вот у меня есть, смотрите, как мыслят, они говорят, у меня есть, там, 10 тысяч долларов, я куплю сейчас, единственное, на что мне хватает, это вот на этот домик, где-нибудь там, непонятно где, он покупает, лишь бы была крыша над головой, и чем он гоним в этот момент, он гоним тем, что у меня будет свое, а мы говорим о том, что управлять лучше, чем владеть, ему бы взять эти 10 тысяч, да, если у него они есть, и не думать, что он с них что-то тратит, а начать жить там, где у него есть доход, иными словами, даже арендовать, но зато у тебя есть доход, ты арендуешь, ты живешь, и плюс у тебя еще что-то там, откладывается, да, то есть обычная логика, это обычная арифметика, об этом даже не надо много учить, и когда тебе придет время, переехать, ты не столкнешься с необходимостью продавать, во-первых, ты просто съедешь с этой, там, арендованной квартиры, мы с Олей, вот очень хорошо знаем, что это такое, я так рад, что мы не купили в свое время, там, квартиру, где очень хотели купить, мы прямо там готовы были кредит взять, еще что-то, и сейчас я думаю, как бы я это продавал, как бы я там с этим разбирался, машина, точно так же, ты можешь, конечно, купить машину, вдруг тебе там нравится какой-то эксклюзив, или наоборот, ты любишь там раритеты какие-то, но всегда говори себе, кому я потом это продам, если ответ такой, ну, не знаю, мне просто очень нравится, даже если я не продам, я буду ездить на ней, это называется глупость, это называется глупость, которая будет стоить тебе денег, и поэтому, когда я говорю за имущество, дорогие, самое главное, чтобы у тебя не появлялось никакого имущества без твоего управления, всегда оно должно быть, ты понимаешь, что все приходящее, уходящее, все видимое, оно временно, и зачем к временным вещам относиться так, как будто они у тебя навечно, все должно быть, иметь возможность, ликвидировано, продано, все должно быть, иметь возможность, родить что-то новое, более дорогое, и ценное, то есть, вот как люди, машину купил, ездит на ней, знает, что продаст ее за те же деньги, насобирал, еще чуть-чуть, доложил, купил что-то лучшее, эволюция, имущество, у тебя имущество должно постоянно обновляться, старый телек, например, он не должен быть выкинут, он должен родить новый телек, а для этого он должен быть ликвидным, кому-то нужным, старая машина, она должна тоже родить новую машину, старый пылесос должен родить новый пылесос, вот этим, это центральная ценность каждой вещи, смотрите, природа учит нас, то есть, каждый человек, ну, если говорить о смене поколений, он оставляет после себя наследство, оставляет после себя, там, детей, внуков, и это одна из ценностей, мы даже знаем, что бывает у людей целая проблема в народах, там, демография нарушается, то есть, ценность человека, физическая ценность, это его способность продолжать род, если эту логику применить к вещам, вы увидите потрясающий рост, именно потому, что мы делаем так, мы купили, отпользовались, выкидываем, даже не задумываясь, буду я еще это продавать, первое, ты списываешь свой навык, один из навыков, продавать, и покупать, потому, что у тебя такое отношение, там, старое должно быть выкинуто, и ты пользуешь это старое до упора, у тебя нет экономики обращения с имуществом, каждое имущество, оно должно дослужить до определенного срока, быть продано, и кто-то может сказать, а кому продано, если все будут так действовать, друг мой, все не будут так действовать, точно так, как я тебе говорил, что у каждой лопаты найдутся свои руки, и пусть это будут не твои руки, точно так, у каждого барахла, извиняюсь, найдется свой покупатель, вы убедились в этом, мы когда читали списки того, что вам удалось продать, шины вот с такой дыркой, какой-то старый лак для волос, который никому не надо, то есть, ну, люди продавали такое, что я читал эти списки, и думал, ну, вы вообще, у нас один из победителей квеста был, там, Николай, брат, я ему сразу проплатил лицензию в клуб, потому что он, он один из победителей квеста, да, он там целый гараж, барахла там, ненужных вещей, я удивлялся, изумлялся, там, просто, что он продавал, причем, он себя не считал, там, продавцом ни разу, но продал такое, что, знаете, вот, но с другой стороны, друзья мои, вы понимаете, что даже если барахло вы продаете, то ликвидные вещи, они будут реально держать вас в состоянии, вот такого богатого человека, знаете, которого вещи, они чего-то стоят, одежда, она чего-то стоит, и это всегда недорогое, это всегда многоценное, что кто-то думает, что чем дороже, тем быстрее продаж, там, нет, есть машины дорогие, которые не продаются годами, они не нужны никому, потому что, знаете, как вот, даже логика, я не знаю, нужно ли это всем, но кому-то точно это понадобится, человек, который покупает машину за 200 тысяч евро, например, она через год, она уже не стоит таких денег, она будет стоить, там, 100 тысяч, и богатый человек, он идет на это, потому что он знает, что ему нравится и хочется ездить на этой машине, но когда он ее выставляет на продажу, человек, у которого есть такие деньги, например, там, те же 150-200 тысяч, он не будет покупать бэушную, то есть, зачем ему вот это после кого-то, он себе купит новую, а те, у кого нет таких денег, они не будут там разрываться и лезть на эту машину за такие деньги, потому что они за 100 тысяч возьмут машину своего класса, и что вынужден делать этот человек, он вынужден продавать свою эту крутую машину по цене машины классом ниже, потому что это называется цена за роскошь, поэтому не все, что дорого, оно все ликвидно, на первых порах, прежде чем сделать, делать такие жесты для роскоши, готовность платить за роскошь, вам нужно научиться, нам всем нужно научиться видеть многоценность, потому что роскошь это вот так, это сорение деньгами, вот такие дорогущие вещи, они обычно это просто сорение деньгами, в этом нет никакой необходимости, а прагматичность и ликвидность, это называется вот прилежность, вот прагматичность в том, что вы делаете, любое имущество, вот это навык хороший, Как я сказал, вы его покупаете с таким расчетом, что вот год я им пользуюсь, например, и продаю. Например, если я купил там телефон, я пользуюсь там несколько месяцев и продал. Покупаю следующее. Ну и так далее. Это просто образы, это просто навык, это просто взгляд на вещи. Все должно быть вот в движении, рождать что-то новое. Вот это называется управление имущества как ресурс. Есть имущество, которое ресурсом не является, это барахло. Итак, друзья мои, у нас остается еще один мощный ресурс, но о нем, как я уже сказал, будет отдельный урок. Это ресурс, называемый помазание. Мы продолжим говорить об этом мощном небесном ресурсе, который пригоден на все. И особенно в контексте преуспевания будет специальный урок. Тем не менее, я упоминаю, что то, что мы перечислили за все эти три урока, это такие вещи, которые я не могу сказать, что это абсолютно все мы перечислили. Но то, что я посчитал очень нужным. Сегодня мы говорили об информации и об имуществе. Информация, как мы говорили, она есть разная, есть разное действие по отношению к ней. Я советую вам переслушать эти три пункта обязательно и выйти на уровень, прямо выйти внутренне, на тот уровень, где вы настроены создавать информацию влияющую. Для этого, как мы говорили, нужно отказаться от всеобщей информации. Невозможно питаться всеобщей информацией и создавать информацию для влияния. Как я приводил в пример этих пророков, которые питаются из общего корыта, а потом рождают вот такие пророчества. Это болтовня, все не имеет никакого значения. И если ты надеешься услышать какую-то информацию, которая для всех, а потом создавать свое личное влияние, ничего не получится. Для этого тебе нужно отделиться от этого. Второй шаг, это, как я сказал, духовная разведка, ангелы и знакомства. Третий шаг, это все, ты выставляешь глаза и погнал влиять. Просто идея, которая тебе приходит из откровения, из твоей веры, из убеждения, начинаешь создавать общественное мнение. Вот это то, что мы называем Евангелием с точки зрения информации. И второй блок мы говорили, я подвожу итог, мы говорили за имущество. Главная мысль, которую я хотел донести, имущество должно быть ликвидным. Имущество должно быть управляемым. Имущество должно быть многоценным. Его свойства со всех сторон должно быть выгодным, ликвидным. Спустя время оно рождает пылесос, новый пылесос и так далее. И это называется прилежность. Лень, важный пункт в этом, лень это не лень копать лопатой. Лень это лень быть прилежным в том, чтобы рассматривать и прогнозировать. Нету хуже лени, чем лень ума. Потому что лень это состояние ума. И, как я уже сказал, помазание. Это заключительный ресурс, самый мощный, самый наш любимый. Мы его рассмотрим в следующем уроке. И сегодня, друзья мои, за помазание я еще хочу сказать, что Иисус, помните, в послании к Владикийской церкви, Он говорит, у тебя, да, ты там разбогател, ни в чем не имеешь нужды, но ты забыл, есть то, что есть у меня, это главный ресурс, это глазная мазь, помазание, состояние, это одежда и драгоценная вера. Это все, друзья мои, действия помазания. И Он говорит, купи это у меня. Все остальное купишь. Итак, друзья мои, сейчас я хочу молиться. Вы знаете, что наше служение, оно несет особенное помазание, это помазание на открытие глаз. И царь, как я уже сказал, он имеет глаза, он наблюдает, как Соломон говорит, посмотри, что вокруг, смотри, что перед тобой. То есть наблюдательные глаза, это царские глаза. И когда я сегодня говорил, что у тебя должна быть способность различать информацию, классифицировать ее, работать с информацией, потому что это могущественный ресурс, транслировать информацию, для этого тебе нужны глаза царские, пытливые, проницательные, всматривающиеся, да. И также и эти глаза смотрят на имущество. Они не имеют дела с барахлом, они имеют дело с четким, продуманным, прагматичным выбором. И сегодня я хочу молиться за твои глаза. Кстати, я еще раз тебя призываю выполнить условия квеста. Продай все, что тебе в доме реально не является многоценным имуществом, выстави это. Продай, избавься от барахла, пусть покупают это те, кто еще не взошел на уровень, на котором учат на курсе Меч Соломона. Пускай они забивают свои дома, если хотят, потому что если не хотят учиться, пускай покупают барахло. Ты сегодня ученый, ты сегодня просвещенный, поэтому у тебя будет в доме многоценное имущество. И иногда его, пускай будет немного, но зато оно будет ликвидно. Итак, я молюсь, чтобы ты, чтобы ты осознал в себе эти глаза царские, которые умеют вот это, с этой информацией работать, использовать ее как ресурс, и чтобы твои глаза, как когда-то моя мама в детстве говорила, термин такой, глаза заведущие. Вот заведущие глаза, они, как правило, сметают все ненужное. Глаза рассудительные, царские глаза, они приобретают многоценно. Пускай у тебя будут такие глаза. Сейчас я буду высвобождать эту глазную мазь, о которой говорил Иисус в книге «Откровения». Он говорит, купи глазную мазь, чтобы видеть. Чтобы видеть вот в таком контексте, как мы сегодня рассмотрели. Потому что дальше у нас будут очень ценные уроки и последний завершительный этап квестов, где нужно будет прямо активированную силу преумножения использовать. Кто-то заработает, кто-то начнет. Новое – это будет потрясающе. А сейчас подставь свои глаза под эту глазную мазь. Халилюя! Просто сейчас возьми, закрой свои глаза. Я хочу, чтобы ты созерцательно увидел, как в твоих глазах прямо течет эта глазная мазь. И скажи прямо вслух «Я хочу ее». Я хочу разбираться в информации. Я хочу быть создателем информации. «Я хочу быть транслятором информации». Халилюя! Халилюя! Ху! Отец, я благодарю тебя. Я высвобождаю эту глазную мазь на царские глаза. Как написано, ты будешь сидеть со мной на престоле. Я дам тебе. Если возьмешь эту глазную мазь, это состояние царское, если возьмешь это золото огнем очищенное, то, что заложено, помазание, чтобы ты видел истинную ценность всех вещей, истинную ценность преуспевания. Когда Иисус, Он сказал этому ангелу церкви, говорит, ты слеп, ты думаешь, ты разбогател, но ты слеп, тебе нужно видеть истинную ценность вещей. Именно это позиция престола. Я хочу, чтобы ты в каждой вещи, Отец сейчас Дух Святой говорит, я хочу, чтобы в каждой вещи, в информации или в какой-то вещи физической, ты видел Его истинную суть, Его ценность. И для этого тебе нужно сейчас, чтобы активировалось это царское зрение, различающая ценность, умеющая наблюдать, что перед тобой. Я хочу повести тебя, мой друг, в этой молитве, и чтобы ты сейчас отказался от всеобщей информации, от этого информационного корыта мира. Это не ресурс. Точно так, как барахло не ресурс, общая информация – это не ресурс, который поднимет тебя. Скорее всего, он обманет тебя. Он погрузит тебя в это чавкающее состояние, свиное состояние. И поэтому скажи, всеобщая информация, она не для меня. Для меня откровение информация, для меня информация из созданных мною источников – это для меня. Всеобщая не для меня. Вот прямо отделись. Если ты заряжен, извиняюсь, пропагандой, заражен бесконечным наблюдением за колебанием курса валют, прямо ты как будто зависишь от этого, надо отказаться от этого. Мы все в это попадали, в этом нет проблем, это не вина, это просто вывод. Нет, больше я с этим не буду иметь дела. Откажись. Теперь воззертательно взойди еще выше. Скажи со мной. Ангелы несут мне нужную информацию. Я принимаю свою способность использовать вехников для моего информирования. Хождение в духе. Скажи со мной. Хождение в духе. Духовная разведка. Я могу прийти и понаблюдать, что делает враг, что делает друг, что происходит. Я могу это делать. Я царь, я богатый человек. Ночные птицы, они сносят ко мне всю информацию. Все необходимое. Вот так я использую информацию. Вот так я распоряжаюсь ей. Я сейчас говорю это и высвобождаю помазание на тебе. Скажи, просто положи на себя руку и скажи, да будет так у меня. На свою голову положи руку и скажи, да будет так у меня. Никакого корылька с информацией, но точечные источники, созданные мною, видимые и невидимые. Повтори со мной это. Никакой всеобщей информации, никакого всеобщего корыта. Есть созданные мной источники, видимые и невидимые. Я знаю точно, я сейчас слышу это, получаю внутри, что у некоторых из вас, если вы возьмете эту молитву, еще раз помолитесь, уже индивидуально, еще и еще. Откроется, откроется информация, просто как будто шлюзы, информационные порталы, вот эти самые небесные окна. Вдруг вы начнете видеть ценную информацию, ценность вещей. Это потрясающее царское свойство. Не иметь дела с корытом, не иметь дела с барахлом. Я говорю тебе, Духом Божьим у тебя начинается новый этап видения информации и видения ценности имущества. И теперь мы снова взойдем еще выше. Скажи, я иду еще выше, еще дальше. Дух Святой сейчас помогает тебе. Ангелы, они служат тебе. Следующее, это понимание своей власти, создавать общественное мнение, создавать информацию на большом уровне, на небольшом уровне. Трансляция, как небесного телевидения. Вся информация, приходящая к тебе из разных источников, говорит плохое. Но у тебя нет другой информации, как только говорить хорошая. Новость хорошая. Будет так, как ты хочешь. Это высшая власть. Скажи, я обладаю высшей властью творить новости. Создавать такие прогнозы, которые будут сбываться и убеждать множество людей. И убеждать множество людей. положи руки на свои глаза и скажи, мои глаза, это наблюдающие глаза. Мои глаза, это проницающие глаза. Это различающие глаза. свет, который идет из моих глаз, это свет, который рассекает всякую тьму, всякое неведение. Я хожу только днем. Аллилуйя. Аллилуйя, дорогие друзья. Поскольку эта тема так важна, друзья мои, вот знаете, у всех проблемы часто бывают именно с сбоями в информационном использовании, сбоями в покупке из-за каких-то мотивов непонятного имущества. Вот эти наблюдающие царские глаза, это ответ, как всегда, на все зрячие глаза. Итак, друзья мои, пересматривайте этот урок. Это очень важная тема, очень серьезная. Особенно просмотрите за информацию еще раз и еще раз и подставляйте свое зрение еще и еще под эту молитву, под этот поток. Ну что ж, друзья, мы увидимся в следующем уроке очень скоро. Делайте квесты, растягивайтесь в познании, как я говорил в начале. помните все, созерцание, храм, чтобы у вас все было распределено, прилежно, мудро и совершенно. Я вас верю. До встречи. Мы нищие, и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищие, мы себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное, служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Редактор субтитров А.Семкин